Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Тольятти становится напряженной. Губернатор Дмитрий Азаров выехал в Автоград, чтобы пообщаться с городскими властями и разработать план действий. По информации главврача больницы номер 5 Николая Ренца, сейчас в госпитале проходит лечение 839 человек. Им оказывается вся необходимая помощь. Медперсонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. В связи с тем, что каждый день в госпиталь продолжает поступать значительное количество пациентов с подозрением на ковид-19, в городе готовят к развертыванию дополнительно два корпуса больницы на 550 мест. При этом главврач отметил, что его вчерашнее обращение к жителям Тольятти было неверно истолковано рядом авторов в соцсетях и СМИ. Я, безусловно, как врач, как человек, который видит ситуацию изнутри постоянно, я вынужден был обратиться к жителям с просьбой, с требованием, с тем, чтобы люди соблюдали необходимым образом все мероприятия, связанные с защитой себя и окружающих коронавирусных инфекций. Мы видим, как ситуация развивается, мы открываем новые койки, мы привлекаем специалистов, мы покупаем медицинское оборудование, медикаменты, расходные материалы. Но если среда будет в силу просто несоблюдения такого жур, ну, по сути, безалабельного несоблюдения мер защиты, маски, самоизоляции, не собираться в группы, мы понимаем, что система наша, как бы мы ее ни подпитывали, ни поддерживали, решениями необходимыми, важными, разотратными, она может в этой ситуации не выдержать. И я обратился к жителям с тем, чтобы они провели и осознали, наконец, что сегодня не только ответственность за них, но и за окружающие, в значительной степени за их родителей, за старшие поколения. Но, к сожалению, это мое выступление, беспокойность многими блогерами, средствами массовой информации было воспринято, как какая-то катастрофическая ситуация. У нас нет катастрофической ситуации, мы работаем напряженно, и мы все работаем напряженно, все ситуации под контролем, люди есть. Да, все непросто, но все необходимые мероприятия выполняются. Глава региона отметил, что руководитель учреждения обратился к людям обоснованно. Ваше обращение здесь точно было не лишнее, Николай Фрадович. Но хочу отметить, что эта информация до людей дошла, резонанс достаточно значительный, и я предлагаю вам эту работу продолжить уже в новом качестве. Я предлагаю вам возглавить информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Самарской области. Вот мы при нашем региональном штабе такой информационный центр создадим. Происходящее в муниципалитете зона ответственности глав городов и районов. Дмитрий Азаров поручил мэру Тольятти жестче контролировать ситуацию, следить за соблюдением масочного режима, режима самоизоляции на предприятиях, на улице и в транспорте. Сергей Александрович, штрафовать и закрывать. Пожалуйста, сегодня до конца дня направьте на меня все, что касается транспортных организаций, муниципальных перевозок, межмуниципальных перевозок, где, на ваш взгляд, есть нарушения. Значит, Иван Иванович Пивкин, Сергей Александрович Анташев, вплоть до расторжения договоров, аннулирования конкурсов, принимайте решения. Режим повышенной готовности у нас. Вот такие предложения. Сегодня мне бумагу с предложениями. Завтра обсуждаем и что делаем. Коллеги, хватит предупреждать. Уже два месяца вы предупреждаете здесь. Ситуация, к сожалению, к лучшему не меняется. Помимо открытия ПЦР-лаборатории в городе, губернатор поручил усилить работу по проведению компьютерной томографии. Предложил в качестве примера рассмотреть опыт Сызрани по введению дополнительных ограничительных мер. А Минздраву поручил держать на особом контроле ситуацию не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией. Следить за тем, чтобы качественная и своевременная медпомощь оказывалась больным с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями, не связанными с коронавирусом. Также Дмитрий Азаров поручил Министерству здравоохранения отслеживать, чтобы медработники, лечащие больных с коронавирусом, получили все положенные им выплаты. Лариса Шлафаст, События.